Тимофей болеет редко, говорит мама, но в осенний период без простуды не обошлось, хотя соблюдали все меры предосторожности. Мы стараемся вести здоровый образ жизни, побольше гулять на свежем воздухе, пить морсики, компотики, кушать лимон, имбирь и поменьше посещать такие места скопления народу, потому что сейчас, мне кажется, это очень актуально. Осеннее похолодание, начало учебного года, возвращение сдач и отпусков, как следствие увеличения количества простудных заболеваний. 300 вызовов за день и это только по Одинцово. Правила очень просты. Это прогулка в любую погоду, на самом деле, гулять в свежий воздух, проветривать помещение, мыть руки, промывать нос сольвым раствором, принимать витамин D, особенно маленьким деткам, ну и хорошее настроение, потому что в аптеке такого не будет. Чтобы обезопасить себя и своего ребенка от осложнений, вызванных ОРВИ, специалисты рекомендуют привиться. Вакцинация гриппа и создание вакцин против гриппа создается на основании определенных вирусов, которые были в южном полушарии и их создают для северного полушария. Все это известно, Всемирная организация здравоохранения это все делает и определенные штаммы закладываются в эти вакцины. Заболеть гриппом вы можете, но вы будете болеть в легкой форме. Прививка от гриппа или пневмококовых инфекций позволит снизить риск заболевания и развития осложнений, если все-таки ребенок заболеет. А чтобы контактов с больным было меньше, справки будут выдаваться в электронном виде. Электронная справка для школьников, которая позволяет не приносить школу справку, а иметь непосредственно сочетание системы ЕМИА с Московской области и школьного портала, позволяющие не приносить никаких документов в школу. Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и при первых симптомах простуды вызвать врача. Кабинет неотложной помощи работает в детской поликлинике ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Но если соблюдать рекомендации врача и вести здоровый образ жизни, никакая простуда не страшна. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.